Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам моё восьмое видео по теме Дебютные катастрофы. Сегодня первый раз в этом видео будет сразу 6 партий, которые начинаются одним и тем же дебютом. Конь f3. Это начало называется дебют трети. Обычно белые фианкитируют своего слона g2. Часто также двух слонов и второго слона на b2. Часто белые играют c2, c4 или d2, d3. Чёрные имеют также различные возможности в начале игры. Например, конь f6, d7, d5, c7, c5, f7, f5, g6, d6, b6 и так далее. В первой партии между двумя русскими гроссмейстерами Логинов против Сакаева, сыгранная в Санкт-Петербурге в 1996 году, чёрные ответили на конь f3, конь f6. Последовал ход g3, b5, конь a3, a6, c4. Чёрные играют e5, b3. Если конь бьёт e5, слон бьёт b7, слон b7, конь f3, слон бьёт a3, ba, bc, чёрные получают несколько более предпочтительную позицию. Поэтому белые пошли b3, e4, конь h4, слон c5. Чёрные стоят немного лучше. Конь c2. В случае cb, рокировка, шансы чёрных лучше. На конь c2 чёрные играют d5, имеют уже лучшую позицию. Из-за коня на h4 они имеют лучшее развитие фигур. d4, ed, ферзь бьёт d3, конь c6, cd. Лучше было пойти слон e3, хотя позиция чёрных оставалась предпочтительной. На cd чёрные играют конь e5, и белые сделали ошибочный ход, ферзь c3. У белых была возможность пойти ферзь d1 с возможным вариантом. Конь e на g4, e3, g5, конь g2, конь e4, f3, f3, конь e на f2, ферзь d2, ферзь f6, fg, конь e4, ферзь e2, d2, слон бьёт g4, ферзь bьёт g4, ферзь f2, шах, и на король d1 красивый мат, конь c3, мат. После ферзь c3 чёрные сыграли слон бьёт на f2, шах, король d1. Если король бьёт f2, то конь e4, вилка, на король d1, черный ферзь бьёт d5, шах, слон d2, конь e4. В этой позиции белые сдались, так как на ферзь b4 или ферзь a5. Чёрные играют конь c6 и получают выигранную позицию. В следующей партии международный мастер Майвальд из Германии против Rimmel Mosa, сыгранной в Австрии в 2004 году. Получилась позиция с дебюта ретти через перестановку ходов. Было сыграно первым ходом g3, на что чёрные ответили d5. Ход g3 должен быть нам уже известен из моего другого видео. d5, слон g2, конь f6, d3, конь c6, конь f3. После этого хода получается позиция, характерная для дебюта ретти. Слон g4. Логичнее было пойти e5. Слон g4, конь bd2, Ферзь d7, h3, Слон f5, c4, d4, a3, с идеей b2, b4, a5, g4, слон g6, Ферзь a4, ладья h6, конь h4, e6, f4. В этой позиции ещё не видно, что эта партия может быстро закончится. Эта позиция примерно равна. Но здесь чёрные захотели своего противника удивить. И они подставили своего слона. Сознательно. Слон b4. Чёрные думали, что слона взять нельзя. Так как после a, b, a, b, ферзь белых должен уйти. Например, fc2, и белые теряют ладью. Остаются без качества. Таков был расчёт чёрных. В партии последовало, тем не менее, а, b, и чёрные после размышления сдались. Примерные варианты. a, b, слон бьёт c6. Если b, c, то ферзь бьёт a6, с лишней ладьёей и конём. А если ладья бьёт a4, то слон бьёт d7 шаг. И после король бьёт d7, ладья бьёт a4. У чёрных не хватает материала. Вывод из этой партии. Нужно всегда стараться проверить все возможные варианты. В следующей партии международный мастер Даморе из Италии против также международного мастера Вальва из США, сыгранная в Нью-Йорке в 1974 году. Чёрные после коня f3 ответили d5. И после g3 сыграли c5. Слон g2. Конь c6. Рокировка. e6. d3. Получилась позиция из староиндийского начала. Слон d6. Конь bd2. Конь ge7. e4. Рокировка. Ладья e1. Слон c7. Это теоретическая позиция. Белые сыграли ed. Конь бьёт d5. Конь e4. Атакует пешку c5. b6. d4. Белые вскрывают позицию. cd. Конь бьёт d4. Слон b7. Лучше было... Конь бьёт d4. Ферзь бьёт d4. И теперь слон b7. С небольшим преимуществом у белых. После слон b7. Белые играют слон g5. И имеют уже большое преимущество. Конь d7. Этот ход проигрывает партию. Но как именно, попробуйте найти сами. Вы можете сейчас нажать на паузу. И найти следующий ход белых. А белые сыграли конь f6. И этот ход выигрывает. У чёрных нет защиты против матовой атаки. И они сдались. Возможны были варианты. gf. Слон бьёт f6. Ну, угрожает шах фержём на g4. И у чёрных была бы единственная возможность закрыться конём. Например, конь бьёт d4. Слон бьёт b7. Ферзь d6, уходя из-под связки. Слон бьёт a8. Ладья бьёт a8. Ферзь g4, шах. Конь g6. Слон бьёт d4. У белых лишнее качество. И выигранная позиция. Другой возможный вариант. Слон бьёт f6. Ферзь d6, уходя из-под связки. Слон бьёт c6. Слон бьёт c6. Ферзь d2. Грозит ферзь g5. e5. Ферзь h6. Белые выигрывают. И ещё была у чёрных одна возможность. После коня f6 шаха пойти король h8. Белые играют ферзь h5. Прямая атака на короля. h6. Слон бьёт h6. gf. Слон бьёт f8. Король g8. Конь бьёт c6. Конь бьёт c6. Слон h6. У белых лишнее качество. И продолжающаяся атака на короля. Поэтому чёрные сдались раньше. В следующей партии международный мастер Майвальд из Германии против гроссмейстера Варге из Венгрии. Сыгранная в Будапеште в 1999 году. Чёрные сыграли после коня f3, d5, g3, c6. Последовала слон g2, слон g4, рокировка, конь d7, d4. Этот ход, в общем-то, не относится к системе рети. У рети сыграют скорее d2, d3. Но, видимо, связан с дебютной подготовкой белых. e6, конь bd2, f5. Чёрные играют голландскую защиту. Построение каменная стена. Их слон уже находится на g4, т.е. вне пешечной цепи. Что, в общем-то, не так плохо для чёрных. Белые сыграли c4, слон d6, ферзь b3, ладья b8, ладья e1. Чёрные ответили конь h6. Нормальный ход был бы конь f6. Это было лучше. Но иногда гроссмейстеры специально играют против общепринятых правил, чтобы получить своеобразные позиции, где их сила может лучше проявиться. Но это действует не всегда. cd, cd. Выясняется, что плохо ed из-за e4. fe, конь бьёт на e4. Кd, f8, слон бьёт h6. Устраняю защиту слона на g4. Конь c6, Khd, в белых есть ход конь g5. Ф dd7, ладья бьёт на g4. Конь бьёт на g4. Конь e6, шах, король g8, слон бьёт g7. С выигранной позиции у белых. Поэтому cd, h3. Сh5. Плохо было бить коня. Сf3, ef, скрывая линию e. Ферзь e7, f4. Фиксирует пешку e6. И белые имеют явное преимущество, так как чёрная пешка на e6 это вечная слабость теперь. Поэтому ch5, e4. Сf3. После fe было возможно конь бьёт на e4. d, e. Ферзь бьёт на e6, шах, слон e7. Слон бьёт h6. gh. Ладья бьёт на e4. Слон g6. Конь e5. Конь бьёт e5. Ладья f8. d5. Слон f7. Ферзь бьёт h6. У белых три пешки за слона и непрекращающаяся атака. Грозит d6. Ладья a на e1. У белых выигранная позиция. Чёрные сыграли, поэтому слон бьёт f3. Слон бьёт f3. Фе. Конь бьёт на e4. Слон e7. Если d, e. Ферзь бьёт e6, шах. Слон e7. Слон h5, шах. g6. Слон бьёт h6. g, ладья бьёт на e4. Ладья f8. Ладья e1. Ладья f7. Слон g5. Белые имеют уже две пешки. Отыгрывают фигуру. И выигранная позиция у белых. Поэтому слон e7. Слон бьёт h6. И в этой позиции чёрные сдались. Примерный вариант. gh. Слон h5, шах. Король f8. Ферзь f3, шах. Слон f6. Конь d6. Ферзь e7. Защищая пешку. Конь f5. Белые выигрывают. В следующей партии. Международный мастер Лисицын против гроссмейстера Крогиуса, сыгранная в Ленинграде в 1949 году. Чёрные ответили на ход конь f3. Ф5. Чёрные предполагают играть голландскую партию. d3. Тихий ход, но с хорошей идеей. Так как на нормальный ход конь f6 последовала е4. Жертва пешки. fe. de. Конь бьёт е4. Слон d3. Конь f6. Конь g5. За пешку. Белых преимущество в развитии. И атака. g6. Чёрные пытаются фенкетировать слона, сделать трокировку. Белые продолжают атаку ходом h4. У чёрных уже трудная позиция. Они сыграли d6. h5. gh. В случае ладья g8, белые могли пойти. Конь h7. Конь бьёт h7. Слон бьёт g6. Ладья g6. hg. Конь f6. Ладья h8. Угроза g7 неотразима. И у белых выигранная позиция. Ладья г7. На h5 чёрные пошли. gh. Слон бьёт h7. Конь бьёт h7. Ферзь бьёт h5. Шах. Король d7. Конь f7. Вилка. Чёрные пошли. Конь g5. И сразу сдались. Если бы не сыграли конь f6, белые просто побили бы ферзь бьёт h8. А на конь g5. Белые играют конь бьёт h8. Имеют лишнее качество. Атаку на короля в центре. И выигранную позицию. В следующей партии международный мастер Барле из Словении против международного мастера Тозера из Англии. Сыгранная в Лондоне в 1993 году. Белые сыграли после конь f3. f5. Сразу e4. Есть такой гамбит в этой позиции. fe. Конь g5. d5. d3. Белые предлагают настоящий гамбит. fd6. Конь c3. h6. Конь b5. Похоже, эта партия имеет теоретическое значение. Чёрные сыграли fb4. Это оказалось уже ошибкой. У них была возможность пойти ещё fc6. На fc6 белые могут играть fh5 шах. g6. Конь b7 шах. В этой позиции возможны варианты. Ферзь бьёт fc7. Ферзь g6 шах. Король d7. Ферзь e6 шах. Король e8. Ферзь f7 шах. Король d7. Конь e6. Ферзь a5 шах. Слон d2. Ферзь b6. Конь b8 шах. У белых лишняя пешка уже в этот момент. Король d8. Конь g6. Ферзь b2. Ферзь c1. При равном материале у белых выигранная позиция. Король в центре. Ладья под боем. У чёрных тут нет шансов. Ферзь fc6. Ферзь h5 шах. Ферзь g6. Конь b7 шах. Король d7. Ферзь g4 шах. Король b7. Ферзь g3 шах. Король d7. Конь f7. Слон g7. Де. И позиция неясная. У белых атака, но у чёрных лишняя фигура в данный момент. После ферзь b4 шах. Белые ответили c3. Ферзь бьёт b5. Ферзь h5 шах. Эта позиция уже выиграна для белых. Король d7. Ферзь g4 шах. Король c6. Если король d8. Конь f7 шах. Король e8. Ферзь g6. Ферзь c6. Конь бьёт h8 шах. Ферзь бьёт g6. Конь бьёт g6. У белых качество за пешку. И позиция почти выиграна. На ферзь g4. Король c6 было сыграно. Ферзь бьёт c8. Отыгрывая фигуру. Конь d7. Ферзь бьёт a8. Ферзь b6. Ферзь b6. Эд шах. Король бьёт d5. Слон е2. e5. Слон е3. Чёрные сдались. У белых непрекращающая атака на короля. грозит ладья d1. Шаг, перевес в развитии, и при таком короле в центре чёрным не устоять. Это было моё восьмое видео по теме дебютной катастрофы. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, пожалуйста, видео на YouTube. До свидания, до новых встреч!